Во всем цивилизованном мире раздельный сбор ТБО уже давно стал нормой. Мы пока только проводим эксперименты. Но затягивать процесс нельзя, поскольку от него напрямую зависит экологическое благополучие курорта. Изобретать велосипед не нужно. Необходимо только поменять ментальность и привыкнуть к мысли, что использованные пластик, металл и стекло имеют право на вторую жизнь. Тем более, что в этом заинтересованы некоторые сочинские предприниматели. К примеру, сбор алюминиевых банок уже давно стал прибыльным бизнесом. Более того, при переходе на раздельный сбор автоматически исчезнут и большинство стихийных свалок, уверены члены совета. При этом население даже сможет сэкономить, ведь за сортировку отходов платить будет уже не нужно. Если, допустим, населению сказать, вот раздельный сбор и платить вы меньше. Благодаря таким новшествам и город станет чище, и компании по вывозу мусора получат дополнительную прибыль. Со своей стороны, Анатолий Пахомов дал поручение составить соответствующую программу и даже при необходимости создать в структуре администрации отдельную штатную единицу, которая будет отвечать за раздельный сбор мусора. Главное – не терять время. Как вам помочь? Если вам нужны, ну, и по большому счету мы можем муниципальную программу, даже и под муниципальную программу там оказать помощь, да. Ее тоже надо, но ее могут написать даже муниципальную программу, те, кто этим занимается. Экологи пообещали составить подробный план действий и незамедлительно приступить к реализации программы. Мгновенного результата, впрочем, никто не ждет. Однако сортировка мусора в каждом доме, так как это принято во многих странах, и на нашем курорте рано или поздно должна стать естественным явлением. Говоря об итогах работы Совета за два года, Анатолий Пахомов особо акцентировал внимание на создании в Сочи новых парков и скверов. Только за последние несколько месяцев их появилось целых три – на Макаренко, Фабрициуса и в районе Зимнего театра. Совсем скоро свой зеленый прогулочный променад будет и у жителей Бытхи. Создавать новое, сохраняя старое – одна из основных задач Косовета. В качестве примера можно привести уникальную операцию по продлению жизни знаменитого тюльпанового дерева в Головинке, которому без малого 250 лет. Еще один приоритет, который требует особого внимания. В марте 2012 года городским собранием Сочи принято решение о передаче части земель Сочинского национального парка городу, а в 2013 его границы были изменены постановлениям правительства. В результате курорту отошла значительная часть земель с зелеными насаждениями. Ну а как их сохранить и приумножить, сочинские экологи прекрасно знают.